Всем привет! Сегодня в видео поговорим и рассмотрим, что такое быстрый запуск ПК или фастбуд. Если вы замечаете, что ваша система стартует не с первого раза, вы нажимаете на кнопку питания, чтобы включить ваш ПК, и замечаете, что он включается на 2 секунды, сразу же отключается и включается снова, но при повторном самостоятельном включении уже запускается нормально. Грузится ваша система и вы можете работать без сбоев. Такая ситуация может наблюдаться, если вы недавно обновили конфигурацию ПК и накатили на него винду. При первом включении после полного выключения сети 220, или возможно вы недавно обновили биос. В общем, основная проблема или явление, это как бы старт ПК со второго раза. Давайте разбираться. Запускаем наш компьютер. Переходим в настройки UEFI. Перехожу в расширенный режим, нажимаю F7. Переходим во вкладке загрузки. Переходим в настройки конфигурации загрузки. И видим здесь пункт «Быстрая загрузка». Его можно включить или выключить. При выключенном состоянии компьютер будет загружаться с первого раза, но нужно произвести еще некоторые настройки в самой системе. Если вы работаете в англоязычном биосе или UEFI, то этот пункт будет называться «Boot Configuration» и «Fast Boot». «Disable» это выключено, «Enable» включено. Обязательно перед выходом сохраняем все настройки. Теперь загружаемся в саму систему. Нажимаем «Pull». Вводим «Питание». Выбор схемы управления питанием. Выбираем этот пункт и переходим в его настройки. Немного подвину, чтобы было удобнее. Теперь нажимаем на пункт «Действие кнопки питания». И видим здесь некоторые пункты, которые мы можем выбирать. Сейчас они не активны. Чтобы их включить, нажимаем «Изменить параметры». Теперь мы можем управлять пунктами, которые нам нужны. Нас интересует «Включить быстрый запуск». И он рекомендуется системой. Обязательно сохраняем изменения. При включенном быстром запуске компьютер включается как бы со второго раза. Если мы хотим отключить его, нажимаем «Действие кнопки питания». Активируем кнопки и выключаем его. Обязательно сохраняем перед выходом. Перед перезагрузкой ПК давайте произведем еще некоторые настройки. Переходим в «Питание». «Настройки схемы электропитания». «Изменить дополнительный параметр питания». И запретим переход в режим «Сна» нашему жесткому диску. Здесь я ставлю «Никогда». Нажимаем «Применить». Спускаемся немного ниже «Управление питанием процессора». И эти значения ставлю для минимального 99, для максимального 100. Их можно изменять. Но после любых изменений, если мы хотим применить, обязательно нажимаем «Применить». Нажимаем «Ок», чтобы выйти из этого меню. Перезагружаем наш компьютер и заходим в «Настройки UEFI». Я переключу на русский язык. Перехожу в «Расширенные настройки». Пункт «Загрузки». «Конфигурация загрузок». И чтобы нам еще немного сократить время загрузки всей системы, я переключу время задержки пост на одну секунду. Мы можем в принципе убрать эту загрузку, но я оставлю на одной секунде. Обязательно сохраняемся перед выходом. Нажимаю «F10», чтобы сохранить все настройки и перезагружаем нашу систему. Подведем небольшие итоги. При выключенном фазбут в системе и настройках UEFI система грузится за 28 секунд. При включенном фазбуте в системе и настройках UEFI система грузится уже за 18 секунд, но может наблюдаться двойной старт системы в некоторых случаях, которые мы разобрали в самом начале. Чтобы отключить двойной старт системы, выключите в Windows быструю загрузку и в UEFI или в BIOS отключите быстрый старт. А за сколько у вас загружается компьютер? Напишите в комментариях. Когда это видео наберет 50 лайков, в одном из следующих видео я расскажу обо всех плюсах и минусах быстрой загрузки. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. До новых встреч!